Сажать деревья 1 сентября – традиция, которую несколько лет назад заложила Елена Абрамова для всех желающих школьников вместе с родителями. С тех пор немало зеленых аллей появилось именно благодаря инициативной группе под руководством Елены. Пять лет мы сажаем аллею первоклассника каждый год. А потом возникла идея создать более масштабный проект, который будет отличать наш город от других. Естественно, хочется создать такой сильный туристический кластер города Рязани. Знакомство Елены с руководителем ландшафтной студии оказалось решающим. У архитектора Татьяны давно зрел план высадить деревьями портрет Есенина. Вместе с Еленой, которая взяла на себя все организационные моменты, осуществить задуманное удалось. Его растение достаточно выносливо. Именно этим был обусловлен выбор именно этого растения. И благодаря снегу, дождям они будут расти. Абулата вырастет до 5 метров, нано где-то метров до 2-2,5. И они своими формами, потому что у Ивы очень интересная архитектоника, она похожа на половину шара. И они как раз создадут наши линии, линии портрета. К высадке растений готовились накануне. Намечать контуры гигантского портрета помогал уже известный своими масштабными работами в технике спутниковой графики Алексей Бусаров. На счету геодезиста спутниковая графика на льду, портрет Гагарина и рисунок космонавта по наброску Леонова. Если в геодезии мы берем и координируем, то есть получаем координаты каких-то объектов, дороги, дома, насаждения, то здесь мы решаем обратную задачу. У нас есть картинка, мы переводим ее в координаты и эти координаты выставляем на местности. Вот так вот получается у нас спутниковая графика. Теперь Алексей Бусаров заложил основу для долгосрочного масштабного проекта. Результаты сегодняшней общей работы будут видны спустя много лет. Нас позвали наши друзья, они вот где-то здесь гуляют и говорят, а почему бы и нет, это отличный способ приобщить вот этих маленьких людей, скажем, вот к такому большому проекту, как посадить дерево. Им сейчас так мало лет, а через 10 это дерево вырастет и они будут приходить или показывать, смотрите, мы здесь сажали деревья, мне кажется, это очень круто. Через 10 лет, если мы каждый год будем подсаживать, поливать, выкашивать, ухаживать, ну как вот женщина за прической, так мы вот за этим портретом, 10 лет, конечно, будет визитной карточкой. Каждый год проплывая, мы не летаем, мы проплывая, проплывая над этим местом, будет каждый год новые фотографии этого хорошего начинания. Лев Борисович Маврин, основатель легендарного фестиваля «Небо России», сегодня наблюдатель, но его участие в создании еще одной визитной карточки города лишь подтверждает историчность дня. На этом прекрасном мероприятии, в этот прекрасный день я просто выступаю в качестве наблюдателя. Поскольку прожив в нашем городе 68 лет, я могу рассказать, что здесь было до этого. И слава Богу, что мы, то есть общественности нашего города, фанаты борьбы за чистоту, за умножение прекрасных уголков, решили сделать геоглиф в виде портрета любимого мною поэта. Здесь родители со школьниками, решившие отметить 1 сентября День знаний вот таким способом. Своими руками создавать историю, создавать город. С удовольствием приехали после линейки сажать деревья. Это круто. Это для интереса и для развития природы. Теперь за высадками необходимо ухаживать, и уже спустя несколько лет результат творческого проекта будет восхищать. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».